В зоне АТО до наступления режима тишины очень далеко. За минувшие сутки боевики обстреливали украинские позиции на Донбассе 19 раз. Ранения получили трое наших бойцов. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Ирина Баглай. У вас рост какой? Метр восемьдесят семь. Рост, ну а тут где-то метр шестьдесят. Такую воронку оставил снаряд калибра 203 миллиметра. Предположительно из арт-установки Пион. Мы услышали очень мощный взрыв, что волна шла аж метров двести в период. Буквально через минут пять-десять пошли мины сыпать, 120-е мины вокруг. Дальность выстрела орудий боевиков позволяет им вести огонь из захваченных городов. 120-е минометы бьют с поселка Сокольники. То, что больше 120 бьют с направления Фрунзе, с военно-сербской. Движение вражеской техники вдоль линии соприкосновения под селом Крымским, где держат оборону наши военные. Продолжается уже неделю. 9 мая подтягивают технику, подтягивают личный состав. Это ярко видно, каждый день наблюдают посты. В наглую провоцируют. Земля вокруг позиций армейцев изрыта минами. Но открыто идти в атаку наемники, воюющие под флагом Донского казачества, не рискуют. По ночам пытаются приблизиться. Роют новые окопы. Пострелил за ночь, потому что вчера ее не было. И так, она немного выдвинута вперед. Наблюдая за противником, Сергей сегодня утром чудом уцелел. Снайпер дважды пытался его ликвидировать. Пострелил тоже, как бы не было чуть. Но я почувствовал резко, и присев тоже. Спил присисти. И одна куля вот глучила. Прямо вынесся на ревне с моей головой. И был потом второй пострел, только тут уже трохи выше. Гучила вот сюда. Трошки, ну, хопнула адреналину, но все, типа, хорошо. Быстро дешевле. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Продолжение следует.